Сегодня пошел третий день, как город пытается оправиться от катастрофического паводка, который обрушился на нас в ночь с 28 на 29 июня. По данным на 14 часов 1 июля уровень воды в реке Ия составляет 1047 сантиметров. Вода медленно отступает, обнажая масштабы разрушения. Люди подбираются к своим домам, кто вплавь, кто вброд, и обнаруживают ужасающие картины последствий этой стихии. Большинство домов, попавших под наводнение, если и устояли, то для проживания непригодны. Поскольку наша съемочная группа, так же, как и весь правый берег, отрезана от центральной части города, то мы посетили пункты временного пребывания только на правом берегу. Спорткомплекс «Шахтер» на данный момент разместил на своих площадях 110 человек, из которых 28 детей. Стоит отметить, что список постоянно меняется, люди выбывают и пребывают постоянно. Поступают как? К нам обращаются люди, которые, например, ночуют в машинах, ночуют в автобусах. Такие люди, не то, что там с лодок нам не привозят. Вот сейчас к нам обратились еще одни их, они живут 10 человек в автобусе, то есть можно кого-то там беременную, может быть, разместим. И есть такие, которые покидают, там кто к родным уходит, кто-то вообще в дома, в свои уже вода ушла, они уходят в дома. Есть такое, то есть движение с утра до вечера, передвижка. Да, вчера вечером к нам обратились 5 человек, мужчины, которые просто в лесу ночевали, мы их расселили. В пунктах размещения работает медпункт, психолог, работают сотрудники полиции, Росгвардия. Также там организован прием заявлений от пострадавших на единовременные выплаты. Туда же люди приносят различные вещи для пострадавших. Обедать люди ходят в 25-ю школу, пожилым приносят волонтеры пищу на место. Вещи нам несут, спасибо большое, то есть поток вещей идет круглосуточно. И как от жителей, так и от организации, кто-то и новые вещи приносит, да, с этикетками. Вещи, воду, продукты, гуманитарную помощь день и ночь принимаем. То есть вот я дежурю здесь и ночью, и могут в 2 часа ночи приехать, и в 4 утра, и воду везут. С разных городов, из Саянска, с Листвянки, с Иркутска, с близлежащих Тулюшка, Куйтун, то есть Куйтунский район, деревни, все везут отовсюду. Все, что привозится на пункты, на микро, тут же распределяется по другим пострадавшим районам. Вчера, сколько нам хлеба выгрузили, тут же мы их загружаем, развозим по тем местам, где нет такой гуманитарной помощи. У нас вчера было 6 или 7 мешков хлеба, лотки, все, что выгружали, мы это обратно загрузили, развозим. Воду тоже развозим. А куда именно развозите? Ну, в район ЛДК, в район Заречное, знаю, что возят туда вот где-то на парус. Ну, в те места, в пятиэтажке, на Жуково, где люди сидят в пятиэтажках и просто не могут выйти. И вот, ну, развозят все, ну, мало, такие недоступные места, скажем, где люди не могли выбраться. Пострадавшие расположились в кабинетах, где находится по 8-10 кроватей. Здесь люди разных возрастов, дети, пожилые. Есть помещения, где люди просто лежат на матрасах на полу. Это те, кто утратил жилье и кому некуда идти. Сколько они будут находиться в этих пунктах, пока неизвестно. И информацию никто не дает. Вот что пострадавшие рассказывают о том, как спаслись от стихии. Мы на своей машине удирали. Откуда вы? Улица Панфилова, 39. В 12 ночи уже в первом часу. Какая была ситуация на тот момент? По колено воды в ограде уже было. Продолжение следует... В 25-й школе также организован прием документов на единовременную выплату. Работает психолог. Здесь же утратившим документы восстанавливают паспорта. Что за документы люди заполняют? Это люди, которые потеряли жилье, подают документы на получение материальной помощи. Для этого необходим паспорт? Да, обязательно. Паспорт, свидетельство о рождении детей. Сегодня я делаю ксерокопии, выдаю людям заявление на помощь пострадавшим. В 25-й школе находится основной пункт питания всех пострадавших, находящихся в микрорайоне угольщиков. Здесь они обеспечиваются трехразовым горячим питанием. Привет! Привет! А я хочу... Спасибо. Вон туда, вон туда. Как кормят? Очень вкусно, хорошо. Вам хватает порции достаточно? Хватает. По данным, на 12 часов ночи в школе номер 25 размещено 101 взрослых, 28 детей. В спорткомплексе «Шахтер» размещено 102 взрослых, 28 детей. В детском саде «Связок» размещено 60 взрослых, 28 детей. И то в совокупности по трем пунктам временного пребывания пострадавших размещено 347 человек. Непосредственно по этим трем пунктам именно размещено не зарегистрированных, обращая внимание, пострадавших при затоплении, эвакуированных. А именно здесь, которые пребывают постоянно. Вот 347 человек, из них 84 ребенка. На пунктах размещения присутствуют и работники прокуратуры, которые оценивают условия размещения пострадавших. При этом оцениваются не только условия размещения, то есть наличие элементарных условий для временного пребывания, а именно наличие спальных мест, условий для удовлетворения гигиенических потребностей, а также размещение гуманитарной помощи, какой набор продуктов, какой набор медицинского обеспечения, имеется в пункте временного размещения людей. По нарушениям, которые нами выявляются в ходе прокурорских проверок, мы принимаем меры прокурорского реагирования. По фактам каких-либо нарушений пока комментарии не дают. Также здесь, в местах размещения, мы видели много молодых ребят с красными крестиками на руках. Как выяснилось, это волонтеры-добровольцы. Я занимаюсь разносом меды, помогаю машины разгружать с продовольствием. А все, которые там идут, они идут в столовую, на полевую кухню. В районе ЛДК вода уже местами сошла. Жители этого района приходят к своим домам, чтобы посмотреть, что от них осталось, и поискать своих животных в надежде, что они живы. Мы ориентировались на самую большую воду 1984 года. Я все вещи сносила в дом и в летнюю кухню. До последнего мэр Кари утверждал, что воды большой не будет, не паникуйте. Не паникуйте, не паникуйте. Мы с ребенком, с внуком остались в доме. Я забралась на шифонер на один, внук на другом. Когда поперла вода, мы сидели на шифонере. Ночью, не видать, топить начало в 12. Я смотрела по выключателю уровень воды. Сначала было вот столько, потом смотрю уже до выключателя вот столько. Вода уже большая, ребенок спал. Потом он проснулся. Баба, мы утонем. А я, знаете, вот отрешенная, говорю, да, Богдан? Телефон у нас утонул. Никто не знает, что мы остались в доме. Баба, ну ты попробуй. Баба, я спрыгнула с шифонера. Вода ледяная, возраст. Мне свело судорогой руки-ноги. Я снова кое-как забралась на этот шифонер. Обогрелась, растерлась. Баба, ну пожалуйста, я жить хочу. Баба, попробуй еще. Семерка ходит. В городе начали восстанавливать дороги. В настоящее время мост в районе Азейки ремонтируется. Идет отсыпка грунта. Машины пропускают по грунтовой дороге в объезд. Объездная дорога мимо озер в районе шахты разрушена. Основной городской мост частично затоплен. Информацию о его техническом состоянии получить пока не удалось. На дороге перед мостом до сих пор находятся дома, принесенные водой. В этом районе работает полевая кухня, раздают воду. На правом берегу перебоев с хлебом нет. Пекарня ИП Лисовская работает в круглосуточном режиме. Хлеб быстро разбирают, но и тут же приносят из пекарни. Цены на все продукты прежние. Также в магазинах достаточный объем питьевой воды. По словам работников магазина в Сосновом Бару, если раньше за день можно было продать около 10 бутылок, то сейчас уходит порядка 500. Как рассказали нам в пекарне, запасов муки и дрожжей хватит минимум на месяц. Поэтому перебоев с хлебом, по словам работников пекарни, не предвидится. У нас запасы есть и дрожжей, и муки. У нас людей просто не хватает, поэтому девчонки живут здесь. Здесь день отрасли пеньки. Здесь день отрасли пеньки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова